Туманян Ирина Туманян Ирина Туманян Ирина Туманян Ирина Туманян Ирина это его сайт, я нажал на яблони, я могу нажать куда угодно, вплоть до персиков, вот, смотрим яблони, вы будете так выбирать, когда будете, поймите, тут и ребята, кто промышленные сады, я же в это самое, потом напишите мне, я вам пришлю, кто напишет статью, абазаж, шаг вперед, два назад, я о нем это несколько раз рассказывал, многие уже знают эту историю, миллионы загублены, миллионы из-за того, что это, там два было, по книге взять вырастить сад, хреновыми страшными саженцами, накупленными в сбору пососинки, еще и загубить его своими руками, вот, я когда вот этот список увидел, думаю, ну вот какие у нас замечательные люди, вот Мальков, допустим, ну не важно, Иванова, Петрова, Сидоров, они столько замечательные, они давно уже, это, Путин пока ищет, кто будет там, это самое, а импортозамещение, у официальных этих, найдет он, а у нас, вон, сибирики, у нас уже эти, каких, вранцы что творят, яблони, пеншафраны, видите, вот, я взял один распорционенный сорт, а другой я сорт взял, сейчас помню, какой, сейчас, 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 а, богемия, вот, поглядитесь, внимательно, дело в том, что я вас учу, как потом отличать истину от это, от фальшивых, вот, внимательно посмотрели, да, тут какие-то особенности, вот этот листик, вот он выделяется как-то, вот, часть укрытая, и вот эти вот три яблочка, я выбрал редчайший сорт и распространенный сорт, нажимаю я на пипин шафраны, дальше, меня научил Троценко, Павел Николаевич, и Антон Валерий Сафронов, эти два суперспециалисты, я вообще поражаюсь, когда их, это, они вспомнят, что у нас стране, все-таки, есть кому доверить, у нас даже на узкий круг, до губернаторов, чтобы не воровали и не это, и не хватает этих, как сказать, кадров не хватает, даже сотню на всю страну идти не могут, я один десяток назову, так вот, значит, смотрим сюда, видите, все написано, мальков, все, ничего не напутали, вот, допустим, теперь смотрим так, идем другим путем, сейчас самое интересное начнется, я выхожу отсюда, так, и смотрим мы яблонь и пипин, как мы будем искать, вот, я, я сам друг другом, а еще есть люди, которые еще менее грамотны, так мягко выражают, я набрал вот своими руками, яблонь и пипин шафраны фото, выскочило, вот столько много их, так, вот они выскочили, выскочили, вот, и я тогда взял и нажал поискать, то есть на общую картинку, так, и что-то мне показалось, что это знакомо, согласны, нет, так вот это начало нашей, это, детективной истории, это учеба, не обижать себя, без этого у вас садов не будет, ни промышленник, ни даже дачник, и так, нажал я, вы узнали ее, нет, я узнал, так, теперь, следующий этап, то, чего я никогда не знал и столько лет потерял, другие размеры и похожие, смотрите, куда я нажимаю, я нахожу эту фотографию, сколько раз, внимание, друзья мои, и так, поехали, листаю, сейчас буду медленно, вот, вот столько плодопитомников присвоили себе эту фотографию, она принадлежит кому-то из них, а может, никому, посмотрите, где-то здесь, это, есть, вот, сколько, да, набережные челны, и чего-то только нет, купить, вот, а, кстати, вот, мне бесит, крупномеры яблони, это, чем, запомните, купить крупномеры, низкая цена, быстрая доставка, чем крупнее яблони, тем хуже приживется, тем быстрее помрет, тем больше будет болеть, тем больше вы потратите на нее сил, вот, и прочее, прочее, забудьте, вот, это, клубномеры, это, это, так нет же, вот, продайте мне, как мне, это самое, у вас нет пятилетних яблонь, да, у меня пятилетние яблоньи размером с баню, поняли, да, листаю обратно, да, в общем, вы поняли, значит, здесь всего одна яблонька, вот она, так, всего одна яблонька, вот она, и вот эта одна единственная яблонька была сфотографирована неизвестно в каком саду, неизвестно, вот, ну, может, любой из этих питомников скажет, это мое, вот, и мальков, допустим, скажет, ну, хорошо, но есть еще яблони мировых стандартов, они же так называют, помните, а у нас саженцы мировых стандартов, т-т-т, и мы тогда с вами берем и находим яблони, вы запомнили, нет, или возвращаться будем, вот, вспоминайте сайт малькова, а тут ему лень было, надо было дальше пошарить, вот, смотрите, тут их много, и многие из них, возможно, ну, обычно как, идет вроде бы больше всего похожее, это не иначе, это богемия, или это богемия, это тем более желтая, вот, это, я же говорил, помыка, главное с этой помойки выбрать эффектный снимок, это значит, что она есть у малькова, мальков живет, пожалуйста, ничего не говорю, представляете, прошло лет пять, да, за это время он мог раздобыть черенки, за это время, может, с Украины, там вот упоминается несколько сайтов украинских, вот, а, кстати, еще же это, еще кто-кто сказал, что это, а вдруг это его фотография, давайте-ка мы это сейчас вот так сделаем, вот, ну, то, что она сомнения не вызывает, сейчас уже до конца домучим этот момент, вот. ага, ну, что, ищем, нажимаем другие размеры, похожие, вот, если вы мне поверили, что это то же самое, что на сайте, и вот мы смотрим, это все-таки импорт, вот, смотрите, и вот Белоруссия встречается, и Богемия встречается, и Украина, так, ну, конечно, вот столько их, да, в основном Украина, допустим, мальков и взял, и черенки выписал с Украины, съездил, я же въездил туда, вот черенки провозил, потом я, знаете, я еще полушитя, полусерьезно, в газетах, которые мне печатали, говорю, рассказы, я печатал рассказы, а не статьи, не эти, не учебные, а рассказы, я вон произвел эту, я прятал от таможенников, считайте эту статью явкой с повинной, ну, правда, никто ко мне не пришел и не заставил писать объяснительную, как я провез через, эту самую, с Украины возил, ну, в общем, вы поняли, да, в основном Украина, Белоруссия, и так, значит, и названия другие придумали, вот, а помните Белоруссию, вот, пожалуйста, куда, что, Витебск, Белоруссия, Минск, о, а это, кстати, так, реакции нету на мое, на это, на то, что мы же как с вами, мы про белорусские, тоже в плане учебы я вам рассказал, как там одни и те же фотографии на разных этих, ну, то есть то же самое, ничего нету, а также перекупщики саженцев, как наши, вот, ну, там-то легче вроде бы вырастить, ну, зачем растить-то это долгом, вот, и до Лукашенко не дошло, тишина, вот, а я потом еще отдельный фильм, мы оттуда с Антоном Валерьевичем вырезали, сделали отдельный фильм, ну, сами понимаете, вот, это как вопли в пустыне, как там, караван идет, а я лаю, так вот, так, теперь, поняли, да, и так, это только два, я, клянусь Богом, не искал, первые же два, встретил тут же, то есть вот это вот используется, вот это вот используется интернет для того, чтобы присвоить два-три яблочко своих, вот, но еще раз говорю, это не весь разговор, я на вопрос практически ответил, так, но и что я имел в виду, я имел в виду, что эту историю надо убить до конца, дело в том, что, ну, что бы я стал своего друга подставлять, да, вот, да еще, собственно, мой ученик, понимаете, как получилось, мой ученик, он, его, так, неприятно говорить, а вдруг его не будет, значит, Латинков звонит мне, несколько лет, года три назад, Константинович, твоими саженцами торгует, это самое, самое, Андрей, дело в том, что, откуда у него саженцы, у него же сада-то нет, вот, я как глянул его, это, господи, саженцы железа с артификатом, где же он их взял, он же только первый год как землю взял, и уже саженцами торгует, я понял, что он перекупщик, я ему звонил, отругал, он еще обиделся, говорит, ну, Константинович, мне же на что-то жить надо, вы представляете, саженцы, на каждом из которых написано железа, и все до единого умрут, у нас же их только, это самое, идет поток с юга, на севере все сдохло, вот, и в средней полосе России, вот, из-за них то и сдохло, и вот получается, он меня отомстил, присылает мне, ну, отомстил как, по принципу, зуб за зуб, вот, присылает мне ролик, он сидит, конечно, не в саду, не с персиками, клянется, что персики удержит минус 45, это вранье, мошенничество, и говорит, у Железова персиков нет, я у него был, персиков нет, ну, кто-то видел из вас, пришлите еще рассылку, я специально размещу, вот, ну, и естественно, раз он меня выставляет мошенником, вот, Сергей Псажинцем персика торгует, я рассылаю косточки персиков, правда, не каждый год неустойчиво рожать, вот, и черенки высылаю, а у меня их нет, значит, получается, что, это, ну, не знаю как, наверное, я ездил в Крым, там вот и сделал, эти, ну, все, с этим понятно, а, нет, не все, друзья, пожалуйста, те, кто живет рядом, вообще, любой, кто, даже пусть он в Латвии живет, или там, в Эстонии, или, наши живут люди, в Чехии, в Израиле, задайте им вопросы, пусть хоть одну фотографию своего сада пришлет, раз, а кто ближе, пусть скажет, поехали к вам саду, берем лопату, накопаем, вот, почему, потому что, если вот это вот, как он назывался, богемия, да, этот, вот это вот, самое, ну, последнее мы смотрели, ну, ясно, что, ну, мне ясно, но он скажет, нет, все правильно, я успел за эти годы вырастить, маточный сад, брал с него черенки, привил, и у меня это богемия так как раз и есть, проверьте, пожалуйста, проверьте, умоляю вас, так, теперь мне надо как-то выбраться обратно, и дальше спокойно рассказывать, я надеюсь, я многому вас научил, или чему-то научил, как правильно сказать, ага, пойдем дальше, кау-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-к